Спасти не удалось. В селе Гурульба Иволгинского района на пожаре погиб мужчина. Страшную находку в доме обнаружили выехавшие на вызов пожарные. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри. В ходе ликвидации пожарными было обнаружено тело мужчины. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное вращение с огнём при курении. Далее. На улице Горького, что напротив школы номер 9, обнаружили предмет, похожий на дымовую гранату или противопехотную мину. Детей оперативно эвакуировали. Находкой занялись спецслужбы. Во время обхода по территории рабочих по обслуживанию напротив школы обнаружил. На недостроенной стройке, где там мусор лежит. На куче мусора. Сейчас все службы работают, дети эвакуированы. Как выяснилось позже, поводов для паники не было. Тревога оказалась ложной. Находка не более чем муляж учебной мины, сообщили в МВД по Бурятии. К другим событиям. Микрорайон Бурвод в пересечении с федеральной трассой. В тройном ДТП с участием скорой пострадало 8 человек. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, следуя по улице Кабанская, со стороны улицы Дорожная, с левым поворотом в направлении поселка Тулунжа, в районе дома 54А, улица Кабанская, совершает столкновение со специализированным автомобилем скорой медицинской помощи. После столкновения автомобиль скорой медицинской помощи совершает столкновение с автомашиной Тойота Королла. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средне-тяжелое. Среди них один ребенок. Сейчас пять человек находятся на амбулаторном лечении. Еще одна авария у Железнодорожного колледжа. Очередное ДТП с участием трамвая. В результате пострадал 10-летний пассажир Тойоты. Водитель автомобиля поторопилась и не предоставила преимущества движения трамвая. В автомобиле пострадал ребенок. Автомобиль получил множество повреждений и наехал на стоящей стороне автомобиль. Вагон имеет вес 20 тонн и остановить сразу его не предоставляется возможным. И просьба к водителям города, будьте внимательны на дорогах. И помните, что в большинстве случаев трамвай имеет преимущество на перекрестках. И снова столкновение. Сегодня ранним утром водитель «Жигулей» уснул за рулем и зацепил сразу три автомобиля. Мужчина двигался в направлении поселка Солдатский со стороны города. Пострадавших нет. В следующем ДТП также никто не пострадал. Истана перевернулась на спиртзаводской трассе, чем затруднило движение. Водитель, рассказывает ГИБДД, был трезв. Водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной Истана, следуя со стороны города Лунунде в направлении Трабагатайского района по спиртзаводскому тракту, в районе 16 часов предварительно не справился с рулевым управлением, совершил опрокидывание транспортного средства. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Проблемы возникли и в Прибайкальском районе Бурятии. На перевале Пыхта в минувшее воскресенье ввели ограничение движения. Оно было связано с обильным выпадением осадков и гололёдом. В связи с выпадением осадков в виде снега и мокрого снега на перевале Пыхта в примитивных мерах для большегрузных автомобилей, автобусов, а также автомобилей, которые не оборудованы зимней резиной, введено ограничение движения. Была привлечена автомобильная техника для расчистки и поддержания дороги в проезжем состоянии. Ограничение действовало до 8 часов утра и уже снято. В подобных случаях организовано СМС-оповещение населения. Далее. Крупную сумму изъяли бурятские таможенники у пассажира поезда. На станции Наушке россиянина задержали с незадекларированными деньгами. Деньги были спрятаны в багаже ручной клади пассажира. Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств в долларовом эквиваленте составила более 44 тысяч долларов. В отношении гражданина России в бурятской таможне возбуждено уголовное дело за контрабанду денежных средств в особо крупном размере. Напомним, декларировать необходимо любую сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Мария Кравцова, Евгений Павлов, Андрей Дармаев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова